Троица Да, то есть мы знаем, что Бог триедин, да, это Отец, Сын и Дух Святой, и то есть почему Троица, третья личность Божества в этот день, в этот праздник, а что такое вообще, ну, День Пятидесятницы в Израиле он назывался, то есть это 50-й день от Пасхи, если мы считаем, да, и вот именно в этот день, это Деяние 2 глава, Дух Святой сошел на землю, третья личность Божества, поэтому праздник называется Троица, и на самом деле я такой человек, не склонный там каких-то праздники для меня, все равно каждый день праздник, аллилуйя, да, каждый день Дух Святой с нами, каждый день Христос живой и воскресший, поэтому мы можем праздновать каждый день, но все-таки я рада, что этот праздник есть, хотя бы потому, что сегодня неверующие люди поздравляют меня с этим праздником, и я им по чуть-чуть в ответах своих тоже проповедую, да, то есть это прекрасная возможность для нас, ну и давайте, просто сегодня я, знаете, о чем думаю, что, во-первых, этот праздник как-то все-таки нами где-то недопонимается, согласны вы со мной, нет? То есть мы как бы, вот мы Рождество так празднуем, все знают Рождество, готовимся, ну все по-разному, может быть, понимание не до конца ясное, но тем не менее, да, Рождество, Пасха, ну это Пасха, Христос воскрес, все знают, как бы это и на уровне страны, ну короче говоря, достаточно ясно это ярко звучит, а вот как бы день сошествия Святого Духа, вот этот день Пятидесятницы, как-то недостаточно, хотя, да, вот даже песни есть, да, Дух Святой сошел на землю, радуйся, земля, то есть радуйся, земля, и я, знаете, стала задумываться, а радуюсь ли я? Да, и вот вы понимаете, вот воплоти моей нет этой радости, вот как-то, ну сошел, ну слава Богу, понимаете, о чем я говорю? У меня какое-то такое пришло понимание и осознание, что мы не до конца ясно осознаем важности этого дня, мы не до конца ясно осознаем важности вообще этого события невероятного, чудесного, потому что если бы мы осознавали, мы бы радовались, понимаете? На самом деле это невероятный повод для удивительной просто великой радости сегодня, понимаете? И я просто вот осознала, насколько я все-таки слабо понимаю и хочу с вами поделиться, и я думаю, что мы будем с вами сегодня читать какие-то местописания, ведь наша задача не что-то придумывать и рассказывать вам тут, да, мне вот сейчас, ну у меня фантазия-то богатая, я могу бы оно придумывать, но кому это интересно, да, наша задача это Слово Божье читать, да, углубляться, питаться, то есть все это понимание и обновление разума только благодаря Слову Божьему, так? Поэтому мы будем читать с вами то, что касается именно сошествия Святого Духа, начиная с Ветхого Завета и вот так вот будем двигаться, да, и будем читать и пытаться как-то по-новому всмотреться, чтобы нам утвердиться в этом понимании, да, чтобы пришла какая-то ясность, более серьезное вообще осознание того, что же произошло в этот удивительный день, понимаете? И прежде чем мы начнем, давайте вот так, значит, смотрите, я считаю, что этот праздник величайший, величайший из всех религиозных. Почему? Потому что сам Господь пришел, то есть Его Рождество, Его смерть и воскрешение, это все было для того, чтобы Дух Святой мог прийти, понимаете? То есть настоящей целью и Рождества, и Пасхи был день Пятидесятницы, было сошествие Святого Духа, а у Израиля этот праздник, это праздник первых плодов, жатва будет осенью. Вот это большая жатва, когда полностью все соберут, но поскольку у них там жаркая страна, они собирают несколько урожаев, вот на день Пятидесятницы у них были первые снопы, то есть уже начало. Это гораздо меньше, чем общая жатва, понимаете, о чем я говорю? Но это уже первые снопы, понимаете? Это то, что касается нас с вами, тех, кто уже сегодня принял дар Святого Духа. Что-то случилось, Петь? Все нормально? Хорошо. Еще раз. Самое важное, именно вот в этом Божьем плане, это было сошествие Духа Святого. То есть он видит всю жатву целиком, и эта жатва будет в этот последний день, когда Иисус придет. Но сегодня мы живем вот в это время первых снопов, первых плодов, да? Вот в это время, когда исполнился этот праздник, день Пятидесятницы. Вы видите календарь еврейских праздников, да? То есть вот они Пасху отмечали, они же не понимали, что это значит. День Пятидесятницы отмечали. Они не понимали, что в духовном смысле это значит, как это в плане Божьем. А мы с вами должны понимать, мы же ум Христов имеем, да? Да. Поэтому, значит, самой главной целью было именно сошествие Духа Святого. Именно за этим Иисус родился, служил, да, но он еще и открыл Бога, он всем своим служением, всей своей жизнью явил, учеников оставил. И учеников-то он подготовил, чтобы они могли принять этот Дух. Понимаете? Понимаете? И вот оно, самый важный этот момент. Давайте посмотрим, что же Слово Божие по этому поводу говорит. Начнем с пророка Иаиля. Вторая глава, с 28. Вы знаете, да, Иаиль? Много об этом будем говорить. Там, в общем, книга посвящена тому, что Бог вспомнит свой народ, придет, явится. И вот, короче говоря, с 28 читаем. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. А также на рабов и на рабынь в те дни залью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Вот мы с вами здесь где? Остальные, да, мы не в Иерусалиме, мы остальные, но всякий, кто призовет имя Господне, спасется, мы видим, да? Хорошо, теперь давайте Евангелие от Иоанна откроем, немножко почитаем, то есть там Иаиль нам говорил. Ну, тут мы с вами такой заход из-за печки сделаем, да, мы будем читать вначале, мне очень нравится, как начинается Евангелие от Иоанна. Немножко про творение поговорим, да, чтобы как бы, почитаем слово побольше, да, ничего? Вы не устаете, когда мы слово читаем? Мне так хочется подольше читать, но будет гораздо полезнее, если у вас будет в руках что-то, что вы сможете читать, перед глазами, короче. Чтобы вы не просто меня слышали, но чтобы вы еще и своими собственными глазами видели, что это именно слово Божье. Начнем первую главу с самого начала. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Помните, как Бытие описывает, да, в начале, и здесь тоже в начале. Вот в начале сотворил Бог небо и землю. Начало, время включилось, да, сотворил Бог небо, пространство, и землю, материю. А дальше сказано, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водою. То есть давайте я вам с греческого септуагинты такой дословный перевод. Вот эта материя, земля, она была невидима и неустроена, потому что тьма. Была тьма. То есть только-только зародилась наша Вселенная. Вот этот, его ученые зовут пространственно-временной континуум. То есть есть пространство, есть время, которое течет, и есть вот эти все-все-все-все элементы химические, из которых все-все-все состоит, все материальные объекты. И вот все это было во тьме. И Дух носился, и потом и сказал Бог. То есть там мы все три личности видим. У нас строится сегодня, да, праздник. Мы видим Бога-творца, мы видим Дух, и мы видим Слово. Что Бог сказал? Да будет свет. То есть вообще дословно свет будь. Он приказал свету быть. То есть он свет, как свет духовный, как Слово, как Сын Его, уже и был. Он всегда был в Нем, он всегда был с Ним. Но тут Бог произнес, написано, что вот это Слово, которое пришло, это Сын Божий, ничто без Него не стало быть. То есть Бог произнес, он это Слово, он как бы тогда уже в этот материальный мир его высвободил. Понимаете, да? Он сказал, а он есть свет. Он и есть тот самый свет, который просвещает каждого человека. Он и есть та самая жизнь. То есть он несет сюда, в этот мир, эту жизнь. Знаете, когда люди начинают там по поводу троицы спорить, есть много-много-много всяких вот как бы таких примеров, которые... Они, конечно, примитивные, потому что они плотские. Очень трудно человеческим разумом, человеческим языком объяснить духовные вещи. Духовные вещи, они значительно глубже. Они глубже человеческого, простого мирского понимания. Понимаете, да, о чем я говорю? Но вот если вы хотите кому-то объяснить по поводу троицы, вы можете сказать, например, что вот есть мировой океан. Мировой океан, если мы о воде говорим, мировой океан, это Бог-отец. А есть река, которая из этого океана, она бежит к моему дому. Понимаете? То есть она оттуда приносит эту живительную влагу, эту жизнь к моему дому. А когда я зачерпнула стакан воды, и то, что я могу выпить, принять, вот сама эта вода, это дух. Понимаете? Поняли, да? И точно так же можно сказать о свете. То есть Бог есть дух, и его сравнивают и с водой, и с огнем, и со светом. И то же самое можно сказать о свете. То есть есть солнце, которое как бы источник… Ну мы про материальное сейчас говорим. Мы понимаем, что… Мы даже понимаем физически, как это Бог устроил, но реальный источник света — это Господь. Но тем не менее в нашем материальном мире, в нашей солнечной системе источником всего вот этого света является солнце. То есть это как Бог-отец. Ну про образ такой. Вот этот лучик, который идет ко мне, это как Бог-сын, да, который приносит, он именно мне приносит, лично, лично мне приносит. И вот само это тепло, которое меня согревает, вот это Дух Святой. Понимаете? Нормальное объяснение? Может быть, вам пригодится, когда вы будете рассказывать. Хорошо. Так вот смотрите. Давайте дальше читать. Пятый стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему, Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного, от отца. И вот дальше, еще чуть-чуть. Иоанн свидетельствует о нем. И восклицая, говорит, сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Да. И вот давайте про благодать. Просто у нас последний урок вот этот был, который мы на командах проходили. Так здорово Карик говорил про благодать. Я как бы и так это, конечно, понимала. Но каждый раз, когда я слышу, я просто удивляюсь, насколько люди под влиянием врага могут вообще извращать, опять же, понятие смысла. То есть благодать – это как раз та способность от Духа, через Христа от Духа, которая позволяет нам жить праведной жизнью. То есть именно благодаря благодати мы можем возрастать во Христа, ходить в Духе, жить в Духе и не грешить, иметь эту праведность Божью. Представляете? И как можно вообще предположить, что благодать – это позволение грешить? Это настолько вообще противоречащие совершенно понятия. То есть получается, что люди, которые так думают, они вообще не понимают, что это такое. Понимаете, да? То есть это очень серьезно. Хорошо. Давайте еще с 29 стиха. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Господь – истинный Сын Божий. Он не был поражен грехом никогда, в отличие от всего другого человечества. То есть это другой росток, это не дерево, на котором Адам и все мы растем. Понимаете? Поэтому именно он, один-единственный, и мог принять Духа, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, 30 лет ему было тогда. И до этого, ну там многие вещи интересные, удивительные происходили. Но тем не менее, каких-то особенных чудес и явлений не происходило. То есть все началось, видите, как раз, когда было крещение водой и когда Дух сошел. Видите, да? То есть это очень важный переломный момент в жизни Христа. И именно благодаря Его жертве за нас люди смогли уже, обычные люди, принять Духа. Понимаете, да? То есть это было очень-очень важно, в этом разница. Но Он показал нам путь. А что значит крещение? Сам термин погружение. То есть фактически Иоанн говорит, я погружаю воду, но за мной идет тот, кто будет погружать вас в Святой Дух. Понимаете? То есть это очень важно, нам нужно это понимать. Хорошо. Давайте третью главу откроем. А что там в третьей главе? Иоанна 3? А, 16. А что Иоанна 3, 16? Да, 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 да. Аминь. Аминь. Это надо знать наизусть всем. Очень хорошо. Смотрите, здесь очень интересно. Мне очень нравится эта глава, я тоже часто читаю, когда людям свидетельствую, потому что, особенно людям религиозным. Понимаете, о чем я говорю? Потому что вот этот человек Никодим, вот смотрите, между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. То есть это был человек, чтущий Бога. Он Писание знал отлично. Он, можно сказать, такой профессор богословия, если по сегодняшнему, да, по сегодняшним меркам. То есть очень-очень был мудрый человек. И вот он пришел к Иисусу, заметьте, ночью. Почему? Скрывался, да. То есть как бы сам-то он был уверен, что это человек от Бога, да, но понимал, что могут быть последствия. Так вот, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Он не утверждает здесь, что он Сын Божий или Христос. Вы видите? Он просто говорит, ты учитель от Бога, и, видимо, Бог с тобой, потому что чудеса были, ну, как бы не объедешь их, да, то есть это явные вещи, факты. И Иисус не стал с ним спорить. Он не стал ему доказывать. Он совершенно о другом начинает говорить. Он понимает, что это человек, как бы просвещенный, да, мудрый, уважаемый. Вот смотрите, он говорит. И Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? И Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Мы от воды рождаемся с вами в этот мир вместе с водой. Девять месяцев находимся в воде, выходим с этой водой. А вот от духа не всем повезет. И вот это необходимо, чтобы войти в Царство, родиться в этот мир от воды и родиться от духа. Это тоже наша тема сегодня. Рожденное от плоти есть плоть. А рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Хорошо. Ладно. Теперь мы с вами откроем очень важное место. Это Иоанна, 14 глава, где Иисус говорит о духе. Давайте с 5 стиха, 14 глава. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Иисус сказал ему, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. И если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. И отныне знаете его и видели его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам отца. И довольна для нас. И Иисус сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Верьте, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне. Верьте мне. Вот эти слова. Разве ты не веришь? Верьте мне. Он и сегодня это к нам говорит, друзья, понимаете? Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам. Истинно, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И если что попросите у отца во имя мое, то сделаю. Да прославится отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю отца и даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Люди были еще не рождены свыше. Его ученики, вы понимаете это, да? И у них понимание не очень сильно отличалось от понимания мирского человека. А дух, вот он говорит, мир не видит его. Дух невозможно увидеть физическими глазами. Дух невозможно потрогать физическими руками. Дух вообще видится только верой. И ученикам было еще очень сложно. И уже Иисус начинает им открывать это, ну уже в конце, скажем так, своего служения. Понимаете, да? Но это настолько важно. Вот смотрите. Он говорит, этот дух уже и так с вами. Он был рядом с ними, потому что через них совершалось служение, на которое Иисус их посылал. Но должен быть какой-то переломный момент, очень-очень важный момент, когда он не просто будет с ними, а он будет в них. Видите, да? И еще вот это слово «утешитель», «параклят», да, вот это название. Само слово переводится, ну можно и «утешитель» сказать, и «адвокат», и «и-и-и». Где-то еще я писала какое-то, подождите. «Заступник». Понимаете, кто он? «Заступник», «адвокат», «утешитель». Мы тоже на команде, когда обсуждали, говорили об этом. Ну я говорила, потому что меня очень сильно волнует эта тема. Мы понимаем, что если Бог, он справедливый судья, да, а мы видим себя иногда в качестве таких подсудимых, да, то Иисус и Дух – это наши адвокаты. Понимаете? То есть Иисус и Его Дух – это наши адвокаты. А прокурор тут, значит, дьявол, да, который все грехи помнит, списки ведет и требует, требует, требует суда, да, требует жестокого наказания для нас. Так вот, Дух – он адвокат. У него это имя такое, это так переводится, понимаете? И поэтому если мы носим вот этот Дух заступника и адвоката в себе, мы не можем осуждать людей в принципе, ну по плоти, если только, да, потому что наш Дух, он желает заступиться, оправдать, защитить, понимаете? А если мы обвиняем, вспоминаем там все прошлые грехи, списки пишем там, ай-яй-яй, понимаете? То есть требуем вот этого суда. То есть мы какой Дух тогда через себя транслируем? Ну явно не Дух Божий, да, то есть это понятно. То есть мы четко должны понимать, как Господь говорит, не знаете, какого вы Духа, вы призваны наследовать благословение. То есть этот Дух, он желает благословлять, этот Дух, он покрывает множество грехов, он заступник, да, он повел Христа на крест, чтобы все эти грехи были омыты, чтобы люди были прощены, чтобы они были очищены, а не для того, чтобы все, ай-яй-яй, и по полной программе, да, и сурово, да, понимаете, что это совершенно не тот Дух. Мы четко должны понимать, какой это Дух. Так, 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 давайте еще раз. Кто, 21 стих, кто имеет, а нет, мы где остановились-то? Давайте еще раз, 17. Значит, Он прибудет с вами вовек, Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. То есть мы эти заповеди соблюдаем, потому что мы их имеем. Они должны настолько стать нашими, просто буквально врасти в нас, стать частью нас, Слово Его, понимаете, да? И это именно Дух, Он дает нам и жажду по Слову, да? И желание наполняться этим Словом, и любовь к Слову, и желание исполнять, и способность исполнять это Слово. То есть это только от Духа, это не наша плоть, понимаете, да? Хорошо. Так. Иуда не искрёт, говорит ему, Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? И Иисус сказал ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдёт Слово Моё, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придём к Нему, и обитель у Него сотворим. И приходят они именно Духом, да? Не любящий Меня не соблюдает Слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Моё, но пославшего Меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же Дух Святый, которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир даёт, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Тут интересно, да? Два разных мира в одном и том же стихе. То есть вот этот мир, который Ириним, который шалом, если по-еврейски, а это иудеи разговаривали, то есть это шалом, это мир Божий. Это настолько глубокое слово, настолько глубокое вообще по сути своей. Я думаю, что мы с вами тоже, я не понимаю, ну, может кто-то из вас и понимает, но я очень сомневаюсь, что до конца мы понимаем. Нам надо прямо изучать и углубляться, потому что это то, что Духом Святым приходит внутрь нас. Вот этот мир сверхъестественный, мир Божий. А мир, который не так даёт, это космос. Ну, это обычное мироустройство, понимаете, да? Чтобы никто не запутался. Хорошо. Теперь мы с вами открываем деяние первую главу. Это уже другой автор, Лука, да, знаете, врач возлюбленный, который. Вот врачи есть от Бога, понимаете ли. Вот этот, например, очень много Богу послужил, две книги замечательных написал, которые вошли в канон. Замечательный был человек. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всём, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознёсся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своём со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чём вы слышали от меня. То есть вот, что он сказал им перед своим уходом. На самом деле мы знаем, что было дано великое поручение идти до края земли. Но здесь он говорит, вообще сидите в Иерусалиме, пока не получите. Вы понимаете, насколько это важный был момент? Это здорово. Так, ибо Иоанн погружал в воду, крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете погружены в Святой Дух, крещены Духом Святым. Хорошо. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но в чем же наше дело? Это вот то, что конкретно касается нас. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Видите, да? Наше дело. И вот она вторая глава Пятидесятницы. Давайте посмотрим. Сам вот этот момент, то, о чем вообще весь этот праздник сегодня. Это Пятидесятница, это Троица. Вот она вторая глава. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». То есть вот оно, это событие, невероятное, удивительное, чудесное. То, чего не было за всю историю человечества, кроме Иисуса Христа, ни одного человека не было, в которых был бы Дух, и еще и проистекал бы через них этот Дух. Вот эти реки воды живой, которые должны были из чрева потечь, вот они в первый раз в истории человечества потекли. Вы представляете, как это удивительно, то, что произошло. И дальше Петр начинает проповедовать. Давайте 17 стих, 16. «Но это есть, это Петр проповедует, а Лука эту проповедь нам записал». Понимаете, он был свидетелем, да, и он записал. «Но это есть предреченное пророком Иоилем, то, что мы читали с вами в самом начале». Представляете? «И будет в последние дни», говорит Бог. Это не то, что в последние дни, что прямо уже завтра-завтра Господь придет, но это один из самых завершающих последних этапов в Божьем плане по творению человечества. То есть человек – это сложное творение. Это еще до ума надо довести. То есть мы рождаемся в этом мире, как вот я для себя понимаю, знаете, как полуфабрикаты такие. То есть нас надо еще доготовить, доготовить. Причем у нас еще свобода воли. То есть кто захочет, поверит, тот доготовится. А кто не захочет, не поверит, тот будет таким испорченным полуфабрикатом. Он фактически и не поймет, что же такое быть-то человеком. Вообще для чего? Как Бог сотворил человека? Для чего? Каким Бог сотворил человека? Вот такому полуфабрикату понять невозможно. Понимаете? Потому что человек – вместилище Божьего Духа. Человек тот, кто приносит Царство Божье в материальный мир. И вот только вот эти люди, которые поверят и примут, только они в полном смысле, ну в том, который Господь вкладывал с самого начала творения и являются человеком. Да? Понимаете меня? То есть нам надо доготовиться, ребята, доготовиться, понимаете? Не будем глупыми полуфабрикатами. А вот эта помойка, вот эта гиена огненная, а вы знаете, да, я же много раз говорила, мне это очень нравится, в Библии вообще случайностей не бывает. И сам вот этот гиена, вот этот термин, да, это название долины ином, это рядом с Иерусалимом была эта долина, это просто была помойка. И туда сваливали все ненужное. А помойки часто горят, да, там вот эти, ну, процессы все идут. И вот этот дым, он вечно вонючий там. И вот он ад, понимаете? Там вот эти полуфабрикаты сгнившие, ну куда их деть-то, понимаете? Их приличное же место их, ну куда? Они, ну, не захотели они, не захотели ни с Богом, ни с Духом ничего общего иметь на помойку. Вот, поэтому не будем там, не будем там. Хорошо, значит, смотрим дальше. Так вот, и будет в последние дни, говорит Бог, «И залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа моего, и будут пророчествовать». Вот насколько это важно, вы понимаете? Мы не можем ни обойти, ни объехать. Это слово Божье. Если мы носители Божьего Духа, мы обязаны пророчествовать. Или что-то с нами не так. Понимаете? Мы обязаны. А, кстати, говорение на языках и столкование языков это равно пророчество тоже. То есть, ну, мы и так можем пророчествовать, и так можем пророчествовать. И мы по понедельникам здесь тренируемся. Я приглашаю всех. Сто процентов. Мы не видели ни одного человека, который ходил бы по понедельникам на нашу молитву и не начал пророчествовать и толковать языки. Ни одного. Научились все, кто хотел. Так вот. Потому что этому учиться не надо. Это дар от Господа. Это просто подарок. Вот. Дух излит. Просто когда человек понимает, как это просто, он понимает, у него появляется вера, он получает это наставление вере, и он легко это начинает. Вот. А потом у него гораздо больше возможностей появляется использовать это в своем служении, где бы он ни находился. Так вот. И покажу чудеса на небе наверху и на земле внизу. Кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божьего преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. 32 стих. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорил, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй у меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. И здесь четко один, два, три. Мы видим, что же необходимо делать, если человек желает спастись. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, это погружение в воду, и получите дар Святого Духа. Все. Один, два, три. Видите, да? А дальше уже работает Дух. И от нас с вами зависит, плотью мы строим или Духом. Понимаете? Вся проблема в том, что мы живем во времени, у нас каждый день новый. Все должно обновляться. Божья благодать обновляется. Но и мы должны наше посвящение каждое утро обновлять и принимать решение не сеять в плоть, а сеять в Дух. Не жить по плоти, а жить по Духу. Так потому что все, мы все уже получили. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. Значит, время уже два часа. Мы сегодня с вами вот такую теоретическую часть начнем в следующий раз с римлянам 8 главы. Будем с вами говорить о практическом хождении в Духе. Да? Но я хочу, чтобы мы сегодня просто запомнили этот день как великий праздник. Вот я хочу, чтобы наши сердца возрадовались. Понимаете? Я не вижу этой радости действительно в народе Божьем. Мы как будто бы забыли, что это обетование принадлежит нам и детям нашим. Друзья, это настолько важно. Ну не забывать. Мы должны помнить, мы должны быть благодарны Богу за то, что Дух Святой. Мы, ну ничего бы мы не смогли без него. Понимаете? То, что мы здесь с вами сидим, дорогие друзья, это потому что Дух нас побудил сегодня сюда прийти. Мы бы по плоти нашли бы чем заняться. Понимаете? Не книжечки читать, да, тут тетеньку какую-то слушать, это вообще никому не интересно. Никакой плоти это не интересно. Только Дух вас мог привести сегодня. И поэтому я вас поздравляю с этим великим праздником. Вы те, кто несет этот Дух в себе. Вы те, кому принадлежит это обетование. Вы те, кто может пророчествовать. Вы те, кто может творить великие чудеса. Все это внутри вас заложено благодаря жертве Христа, благодаря Духу, Который вам послал. Вы осознаете, какой великий праздник сегодня? Давайте прославим Господа. Аллилуйя! Господь, слава тебе! Господь, слава тебе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok